Проект реализуется при финансовой и организационной поддержке концерна Росэнергатом и Смоленской АЭС. На эти цели направлено 10 миллионов рублей. Были выбраны три пилотных направления – оптимизация работы регистратуры, процесса забора крови и лабораторных анализов. В нашей медико-санитарной части, в регистратуре поликлиники для взрослых, установлено электронное табло с расписанием врачей. Налажена работа многофункционального телефона, оборудованы новые места для ожидания посетителей. Буквально недавно налажена система электронная очередь. Пока не все пациенты справляются с новой системой работы медсанчасти. Сотрудники лечебного учреждения помогают им в этом разобраться. Я им объясняю, какие у нас есть тут функции, куда нажимать. Ну, молодые справляются побыстрее, конечно. А уже в возрасте люди, они сначала не понимают, ну, кто не слышит, кто не видит. То есть я им помогаю, объясняю, к какому окну им надо подойти. Реакция населения нашего города, несмотря на все удобства, абсолютно разная. Нам нравится этот проект, потому что удобно и регистратуре, то есть нет очередей, нет ора, вот этого, как обычно. Но людям не нравится, им непривычно. Они сравнивают вот эту программу со Сбербанком. То есть они сразу им это все напоминают. Они могут вот присесть на стуле, посидеть, подождать, когда их вызовут. Но в основном пациенты довольны нововведениями, произведенными в медсанчасти. Пришла свободно, взяла талон, с тела посидела, отдохнула. Сказали, можно, меня вызвали. Сказали, к какому окну подойти. Очень хорошее электронное табло. Все видно с плохим зрением нам всем. Очень удобно, подходишь, прочитаешь все, что нужно. Очень даже довольна таким обслуживанием. Конкретные изменения, меньше народа стало, очередей меньше, обслуживание быстрее проходит. Очень нравится все. Пациента поток в нашей больнице достаточно большой, особенно по понедельникам. Только на этой неделе регистратура приняла около тысячи посетителей. Но с новой системой работы это не проблема. Проект «Бережливая поликлиника» направлен не только на заботу о пациентах, но и на создание комфортных условий для персонала, за счет чего в разы сократились очереди в регистратуру и время ожидания. «Прибредительные новые современные компьютеры. То есть каждое рабочее место компьютеризировано и имеет возможность каждый регистратор работать с одним пациентом. То есть все эти компьютеры подключены к системе, можно сразу видеть и рабочее место и записывать пациента на прием к какому-то врачу. Новые мебели им приобрели, новый стол, новые кресла, новые стеллажи, более эргономичные, которые вмещают большее количество карт и между ними больше расстояния. То есть регистраторам удобнее работать». Для повышения качества забора крови введена талонная система, открыт дополнительный процедурный кабинет. «В одном из них мы проводим забор пациентов, которые наблюдаются у врачей с какими-то хроническими заболеваниями, получающие лечение, обследование. В другом кабинете мы проводим забор крови у пациентов, которые пришли на диспансеризацию, периодический медосмотр, входной медосмотр». С появлением в клинико-диагностической лаборатории современного биохимического анализатора сократилось время на обработку анализов. Перечень лабораторных исследований крови стал более обширным. Появилась возможность сдать анализ на такой жизненно важный показатель, как гликированный гемоглобин. Переходный период и адаптация пациентов продлятся еще на протяжении месяца-двух. В течение этого времени сотрудники медсанчасти будут оказывать техническую и информационную помощь населению.